всем привет сегодня я хочу рассказать о том как красить яйца на пасху луковой шелухой но это должно быть правильно для того чтобы ваши яйца были красивыми первое что мы сделаем мы наберем шелухи в кастрюльку кастрюльку надо взять самую плохонькую потому что после этого раствора лукового вы знаете просто кастрюлька конечно у вас пожелтеть вот самую старенькую самую плохонькую вы берете набиваете полностью шелухой полностью смотрите я наливаю воду заливаю и сейчас я вот этот раствор который луковой шелуха с водой поставлю кипятить и кипятить буду долго вот смотрите наливаю побольше потому что чтобы у меня потом осталось воды побольше все это первое что вы должны сделать ой даже не могу поднять честно сейчас буду ставить второе что вы должны сделать посмотрите яйца яйца у меня трех разных оттенков здесь есть и домашние яйца и обычные смотрите я выкладываю для чего яйца обязательно надо помыть обязательно потому что смотрите домашние они грязные и когда вы покрасите яйца но будет очень вот не будет такого ровного цвета который должен получиться по моему методу вот у меня яйца всегда такие знаете в луковой шелухе такие темные красавцы не единой помарочки на них вот я люблю такие яйца вот это натуральное вот это вот смотрите даже видите какие уже темные яйца они будут при покраске белые будут чуть светлее темненькие будут естественно потемнее вот сейчас я и все перемою эти яйца и пока положу обратно в миску пусть они лежат при комнатной температуре в то время как у нас закипит луковая шелуха а так буду мыть смотрите вот видите какое яйцо грязные домашние вот для этого я его и мою и ложу вот сюда на полотенечко пусть они тут будут все лежать и я сейчас поставлю кастрюльку шелухой с водой до закипания чтобы это было вот у меня все яйца помыты лежат на полотенечки немножко они конечно погреются здесь чтобы холодные не ложить потом горячие растворы чтобы они не трескались смотрите у меня на плите уже поставлена кастрюлька шелухой водой и сейчас я буду ждать закипание и минут 30 но это точно 30 может 40 я буду кипятить этот раствор для того чтобы он стал очень очень насыщенным потом выключу и отста оставлю остывать еще за это время он станет еще более насыщенным вот прошло 30 минут больше не надо и я смотрите какой вид все как бы осела вниз шелуха смотрите какой насыщенный получается рассуровок паром вот все я выключаю и отставляю остывать вот все уже настояться и остыл ну не остыл он теплый все можно теперь сливать но мы это делаем через сито для того чтобы на ваших яйцах не было вот этой шелухи вот я так вот буду оставлять чтоб она стекала вот чтоб на ваших яйцах во время варки не приставали кусочки шелухи ну и будет естественно некрасиво вот я это делаю через сито и у меня получился вот такой раствор насыщенный сейчас я буду в этот раствор вложить яйца но не все сразу потому что они будут соприкасаться и на яйца будут такие пятнышки местах соприкосновения а я хочу чтобы они были равномерно окрашены значит вот в эту кастрюлю я сейчас посмотрю чтоб 10 наверное только я и положу что и вам советую вот у меня кастрюлька уже стоит на огне я еще добавлю сюда в кастрюльку соли это для того чтобы яйца все-таки не очень-то бы и потрескались и потихонечку начну опускать яйца от разные расцветки я буду опускать вот чтоб сразу знаете как получалось ну и как я сказала надо чтоб они не лежали плотно друг к дружке а именно вот так далеко друг к дружке потихоньку чтобы не было треснутых но если будет треснута эта натуральная окраска то сидим съедим или пустим в салат как говорится всегда найдется что делать но хотелось бы что все петель красавцы так что вот так аккуратно складываете яйца чтоб не соприкасались друг с другом и варите примерно где-то минут семь вот все прошло 10 минут я выключаю яйца и потихоньку начинаю доставать и ложить вот заранее приготовлено видите холодную воду холодную воду это обязательно смотрите ничего я смотрю вот сюда чтобы тут камера смотрите они все получились разного цвета все получились разного цвета потому что я вам показывала что я ложила и беленькие и темненькие и вот я их достаю бочков ни на ком нет вот это явно было темненько смотрите какая красота вот они все разного цвета вот я очень люблю крашеные именно только луком вот как то вот эти цветные с этими красителями ну честно ну каждого свой вкус вот я не люблю у нас семье вот все любят вот такие красавцы яйца вот я их приходится делать в два в три приема чтобы они не соприкасались количество большого я всегда крашу потому что и угостить надо и все вот смотрите это в холодной воде сейчас я их буду держать вот поставила еще я их под проточную холодную водичку чтоб они потом хорошо чистились и ну вот уже уже не теплеет уже холодненькая пусть они еще полежат потом я покажу вам конечно результат какие они получились вот смотрите я вытащила яйца уже с воды и вытерла их насухо приготовила вот здесь маслица смазала каждое яичко маслом без запаха без всего обычное масло подсолнечное но без запаха такой чистенько рафинированы для блеска и вот смотрите какие яйца шикарные получились на них нет ни зазубринки вот они ровно ровно прокрашены смотрите насколько ровно но это в результате того что они не соприкасались друг с другом и видите ну красавцы просто красавцы вот они лежат они же еще впитаю чуть-чуть вот это маслечко я же сделала и все и вот от от шикарный просто цвет мне даже вот подруги говорят у тебя всегда такие красивые яйца ну тут стоит только вот чуть-чуть постараться вторая партия у меня стужается единственное я говорю что вам надо вот чтобы варить не сразу все навалил в кастрюлю а вот партиями смотрите ну как красавица яйца вот и вот это у меня будет они вот тут стоять все принципе даже и получилось а еще единственное что если дети вот там у меня есть еще партия вот у нас дети вот любят вот эти смотрите наклеечки от выбрал не вот такие вот внучка что-то у меня в этом году вот такой себе выбрала рисунок вот этот бабушка я хочу поэтому ну мы еще сделаем вот там на второй партии я не буду ее смазывать маслицем оденем вот эти наклеечки но это чисто для детей ну это не все вот немножечко оденем тут чисто детская здесь вот роспись какая-то красивая разным даже и хохлама по-моему да жили все и вот какие она захочет штуки 4 5 из детской тематики положить им в корзинку вот пасха уже не за горами пожалуйста красти яйца жизнь продолжается всего вам хорошего